Это Марту потерять в городе Николая, это потерять никто Николая. Это приблизительно, как остановить все социальные заводы, которые очень-очень, но дышат, но остановить ситуацию, то есть потерять Марту, потерять клеймо в городе Николая. Как я к этому отношусь, я очень положительно отношусь. Обратитесь ко мне, обратитесь с вопросом, обратитесь с заявлением. Я соберу необходимых людей, которые должны за это отвечать, создадим программу, создадим стратегию, как развить футбол в городе Николаеве. Значит, денег, которые необходимы для того, чтобы это делать, денег, которые необходимы для того, чтобы вообще жил город Николаев, чтобы жил регион Николаеве, сколько много, так много денег, что просто страшно. Но они все как бы попрятаны, они все по карманам, они где-то разложены. Они не работают на экономику, они работают на коррупцию. Как бороться с коррупцией, вы видите, я же говорю, я много раз говорю, каждый день. А сейчас, я только вот сейчас, вот только ты говоришь, ребята, что уважаемые бизнесмены, я соберу их много раз дало пояснение. Мне лезьте, опуститесь, пойдите в церковь, помолитесь, помолитесь тебе Богом, что вы лишны. Я хожу в церковь каждую неделю, я молюсь за Николая, я молюсь за то, чтобы Николай процветал, я молюсь, чтобы жизнь улучшала. Но каждый день сегодня идет коррупция, мы об этом говорим, мы об этом постоянно повторяем. И вот люди не каются, не каются. Почему не каются? Потому что они сегодня повыкли жить по-другому, не по-честному. Они повыкли жить и вороват. Но я вам говорю, и сегодня прошел новый руководитель, новый руководитель руководства Украины, господин Ярема, значит, ставленник, или как бы четко проставлять интересы президента, четко выполнять, реализовать планы президента. Первым планом президента – это борьба с коррупцией. И вот пришел не просто руководитель юриста, он имеет юридическое образование, он пришел руководитель оперативный, он знает, как оперативно внедрить в каждое общество, в любую компанию тех людей, которые будут не помогать, а просто за руки хватать, не брать еще горячих людей, которые дают или берут взятки. Дать взятку, взять взятку от авторонарной статьи. Поэтому в данной ситуации я это просил, это говорил. Люди не слышат, не понимают, а может не хотят слышать. Думают, что это все пойдет, думают, что это все поменяется. Не поменяется никогда, никогда не поменяется. Народ Украины, независимо от событий, которые как будут развиваться, он совершенно другой. И мы должны вместе с вами объединить это общество и сделать это общество чистым, прозрачным для людей, для целого нашего украинского народа.